Так, сегодня 29 сентября 2019 года, я нахожусь на Курфюрстром плац в Мюнхен, Германия. Что я могу сказать? Сегодня воскресенье, магазины не работают, народу мало. Правда, Октоберфест в разгаре. Вторую неделю идёт. Или первую? А, ну да, сейчас уже второе воскресенье. Вот, поэтому народ в основном туда шарится. Вот равай коротенький, двухсекционный. Чё, в принципе, я хотел поговорить о медицине. В медицине в Германии, как я её вижу, что я замечаю. Вот. Наверное, то высказывание, что человек приходит к немецкому врачу как к водопроводчику, где-то верно. Потому что приходит человек как к водопроводчику и ждёт от того, что тот наладит ему функционирование там, я не знаю, чего-либо. Вот. И врачи этим развращены, в принципе. И, собственно говоря, никакого творческого особого подхода и не имеют. Раз от них этого не ждут. Вот. Трамвай идёт в сторону центра, более старой конструкции. Раз от врачей не ждут никакого творческого подхода, то, соответственно, и врачи отвечают тем же. По типу таблетку от живота, таблетку от головы. Вот. Правда, есть, конечно, плюсы. Плюсы – это очень хорошее техническое оснащение. Очень современное, совершенное. И когда необходимо, оно применяется в полной мере. Особенно это видно в скорой помощи, в неотложной помощи. То есть, умереть не дадут. То есть, реально, в течение пяти минут, любая помощь будет оказана. Вот. Но, есть минусы ещё в том, что обычный врач получает от количества больных, грубо говоря, от количества заболеваний, а не от количества здоровых. Поэтому врачу выгодно то, что к нему придут больше людей, и то, что он назначит большее количество обследований, большее количество манипуляций выполнит он сам, ну и так далее. И из-за этого очень много необоснованных обследований, но это не так страшно. А ещё более, что страшно, с моей точки зрения, это необоснованных, скажем, оперативных вмешательств. Это операции на позвоночнике, о которых только ленивый не писал. То есть, по любому поводу предлагают оперировать позвоночник, я не знаю, направо и налево. Это операции на суставах, причём кардинально, то есть замена сустава, причём не только старым людям, которым там осталось, извиняюсь, 5 лет жить, и у которых сустав полностью в ничто разболтан, ну, уничтожен, но и достаточно относительно молодым людям. Там 60 лет бывает, и при каких-то травмах, то есть совершенно не используется какое-то восстановительное лечение, даже попыток не делается. Часто бывает. Конечно, бывают и положительные примеры, но, во всяком случае, я очень много раз видел, когда оперативные вмешательства применялись буквально на ровном месте, когда ещё можно было лечить и лечить. Совершенно неинвазивными способами. Но это моё личное мнение, конечно. Может быть, и другие мнения. Потом ещё очень много стало в последнее время. Это применение так называемых стенов, это вот расширительные сеточки для, особенно, коронарных сосудов при стенокардиях, то есть в смысле сужениях коронарных сосудов. При этом тоже речь не идёт о каких-то инфарктах и прочее, речь идёт о даже лёгкой стенокардии часто. Иногда и самой по себе стенокардии нет. А причиной этих установки, этих стенов является только ультразвуковое обследование, ну, то есть исследование сосудов, их в каком месте там сужения, то есть контрастное исследование сосудистого кровотока сердца. Вот это минусы. Я считаю, что это минусы, то есть это именно негативное воздействие вот этой системы оплаты. Чем больше больных, тем больше получает врач. Чем больше получает врач, тем, соответственно, и больше в целом получает здравоохранение денег. И так далее получается такой снежный ком. И тем больше всяких исследований проводится, тем больше финансирования и так далее. Вот такие штуки. Это значит минусы. Ещё отдельная, как бы, отдельная тема – это эндокорпоральное, ну, это ЭКО, эндокорпоральное оплодотворение. Ну, это особая отдельная тема, и, как бы, к чему это приведёт, мы узнаем только. То есть, если будут, конечно, исследования статистические лет через 25-30, когда все эти дети, которые таким образом получены, станут взрослыми, когда они войдут в силу, или даже когда они начнут болеть, и когда они начнут умирать уже естественным путём или неестественным путём, этого я не знаю. Ну, это, как бы, если будет такая статистика, наверное, это будет. То есть, я думаю, что это не будет позитивный результат. Ну, вот такие вещи, наверное, пока я закончу на этом. А, ну да. То, что я ещё считаю, что врач в России был раньше, не знаю, как сейчас. Я считаю, что диагностику большинства заболеваний можно провести самыми обычными способами, с помощью приборов, называемых рука-глаз-ухо. То есть, рука-глаз-ухо – это то, что есть у каждого человека, у каждого врача особенно. И с помощью этих своих приборов, естественных, нормальный врач, обычный врач может поставить любой диагноз, не нуждаясь в каких-то приборах дополнительных, ну, в 95% случаев. Здесь же я вижу, что часто диагнозы ставятся по анализу крови, или по рентгеновскому снимку, или по вот этому ультразвуковому исследованию. То есть, масса приборов, которыми пользоваться легко, которые всегда под рукой, скажем так. Они, как сказать, совратили врачей. Они отодвинули на задний план естественное общение и настоящее обследование. Врач больной, то есть, непосредственное. Потому что, по сути дела, диагностика, сам по себе процесс диагностики заболеваний не изменился. Они 30 лет назад и 50 лет назад было все одинаково. И методы обследования точно такие же. И сейчас учебники про педевтики, например, точно они ничем не изменились за эти 30 лет, которые я наблюдаю, медицину. Но способ общения больной-врач-больной, врач-пациент изменился в корне. То есть, врач основывается не на своих ощущениях, не на своих впечатлениях, а верит приборам и результатам анализов. В этом, это я считаю, что это минус, большой минус сегодняшней медицины. Особенно в Германии. Не знаю, как сейчас в России. Но если врачи сейчас, те, что учились вместе со мной, то я думаю, что в России сейчас другая ситуация. Что еще? А, ну да, наверное, пока все. Все, пока пауза. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok